Экспозиция редкой старинной книги была развернута в главном храме столицы Зауралья, Александроневском соборе. Ее открыл митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Владыка напомнил о важнейшем для нашего Отечества событии, которое свершилось 452 года назад. Диаконом Иоанном Федоровым была выпущена первая печатная книга «Апостол». Книга печатания – это поистине был прорыв, потому что это дало возможность издавать книги тиражами. Книги стали более доступными, в том числе, конечно же, и богослужебные книги, потому что большинство книг создавалось именно для того, чтобы они употреблялись в нашем церковном богослужении. Первое, что открывает экспозицию – книги выпущены еще до возникновения книгопечатания, то есть написанные от руки. Один из уникальных экспонатов – Евангелие первой половины XVI века. Книга раскрыта на странице, где указано, что она была написана во время правления царя Иоанна Васильевича Грозного и при митрополите Макарии. Здесь же представлен рукописный монастырский требник также XVI века. Эти удивительные рукописные книги содержат на себе дыхание молитвы монахов, аскетов, подвижников, которые трудились над переписью этих книг. Во многом это сказалось на том, что на сто лет Россия отстала в книгопечатание, потому что для русского человека книга имела не только материальную ценность, но и в первую очередь, конечно же, духовную ценность, так как она была соприкосновена с монашеским трудом, с монашеской молитвой, с монашеским подвигом. Редкий экспонат выставки «Острожская Библия» – это первое завершенное издание полного текста Библии на церковно-славянском языке, опубликованное в 1581 году в Остроге русским первопечатником Иоанном Федоровым. До наших дней сохранилось не более 350 экземпляров. Спустя столетия мы имеем уникальную возможность созерцать один из них. Конечно, я не смотрел никогда такие экземпляры книг, ну так скажем, 16 век – это очень интересно, рукописные книги, очень интересно. Видеть их близко – это впечатляет. То есть люди трудились, вкладывали свои знания, труд, оставили нам. За это им спасибо большое. Спасибо людям, которые сохранили все это для нас и показали сегодня. Немало шедевров книгопечатания увидели в этот день посетители выставки. Среди экспонатов – «Триодь постная», изданная Андроником Тимофеевым-Невежей в 1589 году, соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, старинные ноты, записные книжки, грамматика. Большинство изданий имеют рукописные пометки, каждая из которых может рассказать свою историю. На этой книге мы видим запись 1676 года. Запись эта гласит о том, что эта книга «Постная треводь» была продана в Суздальскую церковь попу Василию за 3 рубля прихожанкой этого храма. Организованная Курганской епархией выставка – неразовое мероприятие. Эти уникальные книжные памятники увидят жители многих уголков Курганской области. Для тех, кто не успел посетить экспозицию в столице Зауралья, экскурсия по выставке «Редкая старинная книга» состоится в Богоявленском соборе, что на реке Табул в ближайшее воскресенье 27 марта в 13 часов. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской метрополии. Для информационного агентства «Курган.ру». Субтитры создавал DimaTorzok